сегодня у нас предстоит дентальная имплантация по месту отсутствующего зуба 36 это зуб снизу слева зуб жевательный как правило жевательные зубы первые удаляются почему потому что это первые зубы в постоянном прикусе у пациента зуб отсутствует в районе девяти лет из-за этого кость стала немного худенькая сегодня мы будем делать расщепление костного гребня с помощью пьезоаппарата с помощью ультразвука после чего мы сделаем дентальную имплантацию по месту 36 имплант мы выбрали штрауман штрауман выбрали потому что имплант имеет раксолитовое покрытие имплант более плотный нежели чем его одногруппники такого же размера и в конце мы сделаем костную пластику кость мы смещаем предварительно с плазмой пациента сейчас у пациента была взята кровь для того чтобы с помощью центрифуги отделить плазму от кровяного сгустка ориентировочно по времени имплантация будет занимать в районе 30-40 минут финишный этап имплантации это установка заглушки на имплант и защите раны самое неприятное у нас будет только анестезия далее ничего не чувствуем открывайте пожалуйста на счет 3 делаем вдох раз-два вдох думаем о прекрасном остро боли быть не должно будете чувствовать чувство давления распирания это нормально если будет остро боль скажете мы еще доколем держим вот так сейчас мы будем скелетировать слизистую для того чтобы видеть четко форму гребня не больно мы произвели скелетирование теперь с помощью пьезоаппарата будет делать расщепление костного гребня по ширине как мне нужен будет прямой наконечник и алмазный бор шарик с помощью пьезоаппарата мы сделали продольный распил далее берем набор верса с помощью специального набора верса мы делаем утолщение и уплотнение кости именно с той стороны где мы сделали расщепление мы включаем обратную скорость и с помощью этого создается напряжение в кости так сейчас немного посверлим остро боли быть не должно далее мы вставляем специальную направляющую для того чтобы соблюсти все правила установки лентального импланта именно расстояние между соседних зубов закрываем потихонечку закрываем 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 полностью закрываем не спеша потихонечку закрываем да 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 еще 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 все открываем прекрасно далее мы сделаем прицельный снимок для того чтобы определить позицию импланты определить расстояние до нижнечелюстного нерва направляющая стоит четко между двух корней как мы видим до нижнечелюстного нерва еще ориентировочно 3-4 миллиметра допускается до одного миллиметра предварительно рассчитав и подготовились к имплантации мы определили размер по кт исследованию и уже специально запланировали специальный размер импланта имплант будет у нас 4 1 на 12 12 миллиметров это высота 4 1 миллиметра это ширина открываем имплантат максимально широко все будет давление распирания это нормально имплант установлен далее мы делаем прицельный снимок для того чтобы посмотреть насколько возможно еще заглубить имплант вообще по протоколу мы можем заглубить имплант не более двух с половиной миллиметров все хорошо имплант у нас находится в кости как раз на уровне одного миллиметра заглушку промываем шахту антисептиком и устанавливаем винт заглушку винт заглушка установлена далее мы будем проводить костную пластику отлично далее искусственную кость мы будем смешивать с плазмой пациента это аута кость кости с переработки бычьей кости мы ее активируем с помощью плазмы пациента так выглядит период мембрана здесь мы видим сгусток мембрана и плазма нам необходимо сперва только плазма мы смешиваем плазму с костью то есть дается хорошая связка бычьей кости и плазмы пациента лишнюю плазму мы высушиваем получаем смоченный графт далее непосредственно его будем накладывать в область распила там где мы проводили пьезу распил по горизонтали и далее на всю глубину распила это в районе 9-12 миллиметров мы засыпаем кост на пластический материал чтобы в последующем убыли кости не было имплант был защищен с вестибулярной стороны 2 миллиметра финишный этап приблизительно через три-четыре месяца будет установка формирователя и установка пластики слизистой и далее распил который мы засыпали костно-пластическим материалом мы накрываем все перерыв мембраны то есть предварительно мы сделали распил поставили имплантат получили хорошую первичную стабильность после чего дефект распила остатки мы засыпали костно-пластическим материалом и это все сверху нужно накрыть плазмой пациента перерыв мембраны как она выглядит для того чтобы слизистая не проросла в область распила то есть мы ограждаем кость от слизистой далее финишный этап имплантации это установка шоуного материала для того чтобы закрыть наш дефект достаточно одного п-образного шва но здесь не имеет смысла прямо навязывать как паук паутину потому что он должен быть небольшой отток который будет образовываться первые сутки небольшое образование кровяных сгустков после рта это норма смысла для полного ушивания никакого нету процедура завершена мы сегодня сделали расщепление костного гребня по вертикали далее мы установили дентальный имплант от компании штрауман размер 4 1 на 12 после чего после дефект который образовался после распила мы запломбировали с помощью костного материала предварительно смешав его с плазмой пациента и накрыли все перед мембраны после чего был нужен п-образный шок ориентировочно по времени мы закончили за 30 минут наверно дам всем спасибо да все как в принципе врач ориентировал то есть был дискомфорт но боли острые не было до быстро комфортно как и в принципе врач анонсировал процедура она так она и прошла без это сюрпризов и чему я рад конечно